Всем привет! Мы едем с вами в магазин, который называется Крок, в районе маркета. Я попыталась там найти что-нибудь себе надо найти, такое, в которое мне не будет упадать, и в котором будет, как это сказать, в ногах удобно, чтобы это было мягко, чтобы это не скользило, ну, в общем, когда автобус дергается, так я сейчас ведь в автобусе завожусь. Итак, я стою на Бродвее, в районе, который называется Нью Маркет, и моя цель вон туда, на ту сторону, магазин Крокс. С утречка пока не очень жарко. По прогнозу на сегодня обещали, что, возможно, будут дождики, но на дождики вообще не похоже. А по-моему, так сказать, наблюдению, которое я записывала, так вообще дождей не будет никогда. Целый год не будет, потому что в течение 12 дней, которые я записывала по году, дождей не было ни разу. Ну, поживем, увидим. Пока не дошла до магазина, вот хочу вам показать, какие у нас цены на жилье, потому что это агентство здесь по продаже жилья. Вот в этом доме, например, в этом доме, что здесь продается? Вот я тут прочитала, продается студио, один беодрум, это значит спальня и как бы гостиная, или два беодрума, то есть две спальни и гостиная. Так вот, цена начинается, а студио, вы понимаете, что это такое, это одна комната, в которой все. Так вот, цена начинается от 945 тысяч долларов, то есть комната, в которой все, будет стоить 945 тысяч долларов. Ну, у новозеландских, ну, это почти, это будет как бы типа 900 тысяч американских, вот такая цена у нас. Так, вот в этом домике, в этом домике, квартирка, квартирка трехкомнатная, то есть три беодрума, это три спальни, три спальни, да, и там как бы гостиная. Вот, цены начинаются от 1 миллион 425, вот так вот, вот такие у нас цены, ужас, ужас. Еще что-то я посмотрела, вот здесь вот, это называется, вот здесь вот, юнит, это тоже, юнит, это тоже такая типа, квартирка, в которой не на что глянуть, от 21 квадратного метра до 83, так вот, 21 квадратный метр, начинается от 425 тысяч долларов. Ужас, ужас. Вот, квартирки в таком доме, квартирки в таком доме, какие там квартирки, ну, будут две спальни или три спальни, в лучшем случае. Начинается, даже и не будет, наверное, столько, начинается от 745 тысяч долларов. Ужас. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что обесцениваются деньги, и богатые очень люди вкладывают, вкладывают деньги в землю и в жилье. Вот, например, тут квартирки начинаются в этом доме, а, квартирки, вот такие вот там, квартирки. Начинается от 1 395 тысяч долларов. Надеюсь, вам видно, я стараюсь это снять. Значит, глаза на лук лезут от такой цены. Я дошла до магазина Крокс. Сейчас я туда зайду, и надо полагать, как зайду, так и выйду. Вот, я ж в интернете посмотрела сначала, что там, на чем хоть можно взгляд остановить. Ну, все вот такое, конечно, мне не подходит. Я так, знаете, вот приблизительно на чем-то таком хочу остановить, а оно ужасно жесткое. Ужасно. Попытаюсь найти что-нибудь помягче. Это вот то, что я смотрела в интернете. Ну, так. Ага. Пока. Ну, может быть, вот что-то такое померить. Что-то такое. Цена на него 84-85 долларов. Еще какие-то я видела в интернете. Что-то я не вижу ничего такого, знаете, мягкого. А вот такое, ну, это зеленое мне не подходит. Знаете, когда я мерила желтые босоножки, все там, многие написали, они там такие красивые. Купить, а зачем у меня юбки то светлые, то синяя, то еще какая-то. Вот такие вот босоножки стоят 80-90 долларов. Мне не подходит желтый цвет. Я же не изображаю. Всегда там какой-то светофор. Поэтому, ну, может, кому-то нравится. Мне не нравится. Я люблю обувь вот такую вот. Нейтрального цвета, которую можно под любую одежду. И будет нормально. Ну, и так. Ну, пройду дальше. Тут такие вот крокс. Босоножки. То есть, это даже не босоножки. Цена. Были 119, сейчас 59-60 долларов на скидку. То есть, вот это все идет на скидку. Хорошая скидка. Только высоковатая танкетка. Мне не очень подходит. Так. Что-то еще. Можно посмотреть. Мне и дочка предлагает. У нее есть крокс. Только у нее какие-то мягкие. А я здесь таких и не вижу. Вот эти новенькие. Почем они 70 долларов. Такие. Ну, это для такой. Для китайской девочки. Они такое любят. Ну, вот. Я сказала, что я ищу что-то похожее на такое, как вот на мне. И теперь попробую это померить. Так. Ну, вы видите. Этот момент. То есть, тут как бы как раз. А тут, извините, на эти лыжи у меня не хватает ноги. Кто его знает. Знаете. Как бы я хочу показать. Даже не знаю там. В общем, капка нормальная. А вот пальцы. Это ужас какой-то. Значит, девочка дала мне померять еще одни. Вот тоже. По размеру вроде бы все. А вот, смотрите. То же самое. Смотрим еще одни. Пробую еще одни. Ну, все равно. Все равно. То же самое. А если встать, так пальцы вот так даже съезжают сюда. И получается тоже. Ходи. Бабушка и бойся носом в землю. Ну, вот попробую еще одни. Все вроде хорошо. А все равно остается вот так вот немного. Если я подвину ногу сюда, мне врезается вот здесь вот. А если я отодвигаюсь, тогда у меня остается. Ну, вот померяю еще одни. И, наверное, на этом я успокою. О, это нет. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Нет, это тоже не подходит. Ну, в общем, иду на выход. Ничего я не выбрала. Из того, что меряла. Потому что все это не подходит мне. Как вы видели, пальцы. Ну, надо отращивать пальцы было. В свое время. А я их не отрастила. Знаете, это вот моя уже вторая попытка в этом магазине что-то купить. За последние два года. Но, увы, увы, купить ничего не получается. Так, теперь я хочу пойти, наверное, куда-то еще пройтись и посмотреть еще что-нибудь.